Друзья, добрый вечер! Здравствуйте! Мы рады приветствовать всех, кто решил провести этот добрый вечер на телеканале Беларусь4. Согласитесь, вечер явление уникальное и сколько бы их ни было, всегда найдется о чем поговорить. Не исключением станет и этот добрый вечер. Тем более, что говорить мы сегодня будем о музыке и музыкантах. И поверьте, в гости к нам придут сегодня люди, которые знают о шоу-бизнесе «Все». Кроме этого, поговорим об одном музыкальном событии, которое состоится уже в сентябре этого года. Поверьте, будет очень интересно. Вы готовы? Поехали! Если звезды зажигают, значит, это кому-то нужно. Кто и как зажигает белорусские звезды? Уверен, что на этот вопрос ответит наш гость. С удовольствием спешим представить вам композитор, аранжировщик, музыкальный продюсер, автор текстов и музыки Дэн Буфа. Сегодня у нас в гостях. Дэн, добрый вечер! Добрый вечер! Здравствуйте! Столько много титулов и все ваше. Ничего не упустили? Может, что-то не назвали еще? Наверное, все назвали, наверное, ничего не упустили. Ну, заслуженного народного пока еще? Пока еще нет. Ну, не то, чтобы я особенно к этому стремился. Ну как? Разве вы не тот солдат, который хочет стать генералом? Нет? То есть у вас нет таких амбиций? У меня нет амбиций каким-то титулом, каким-то вот таким вот... Нет такого стремления как-то себя обозвать. То есть я занимаюсь тем, что у меня хорошо получается. А, то есть для вас главное, чтобы ваша музыка звучала? Да, да. И она была узнаваема? И это самая большая благодарность? Ну, конечно, потому что... Деньги даже не важны. Я так спросила. Простите. Деньги, они тоже имеют значение, потому что в любом случае, на сегодняшний день без них, ну, все равно нужно снимать клипы, нужно делать фотосессии, нужно все это. Поэтому это тоже имеет значение. Ну, я бы, вы знаете, вот хотела спросить о чем? Как сегодня, вот как к продюсеру вопрос. Как сегодня молодому исполнителю, который живет в нашей стране, обратить на себя внимание? Он должен позвонить вам, сочинить песню, как-то выступить где-то, какую-то провокацию. Что это должно быть, на ваш взгляд? Ну, человек должен привлечь как-то к себе внимание. Это первое, что вы считаете? Это первое, да. Второе... Самое трудное, наверное, как-то привлечь к себе внимание. А вот как? Я всегда задавался этим вопросом. Ну, Саш, на самом деле можно по-разному привлечь к себе внимание. Нет. Но дело в том, что, я думала, может быть, стоит еще немножечко уметь и петь? Ну, на сегодняшний день, скажем так, вокальные данные, да, они имеют значение, но уже столько, такое большое количество всяких музыкальных технологий, музыкальных программ и навыков звукорежиссуры и всего остального, что, вот, большее значение имеет харизма, имеет большое значение, даже большее значение, как человек может себя преподнести, насколько он фотогеничен, насколько его любит камера. Ну, и понятно, что какой-то слух должен быть, что там должна быть какая-то дикция и огромное желание, огромное желание, потому что это очень важно. Когда вот человек, у человека есть большое желание, и он верит в свои силы, и он считает, что ему это нужно, то, в принципе, тогда у него все и получается. Ну, и, конечно, конечно, должны быть хорошие песни, потому что музыкальный материал, естественно, это очень важно. А как у тебя все получалось? Ты сам себе, ты понял, что сложно найти, наверное, хороший материал музыкальный, сам стал сочинять, сам исполнять, сам себя продюсировать. Я правильно все говорю? Или как-то не так? Да, ну, я как-то никогда не обращался к каким-то сторонним авторам. То есть, если я пою чьи-то чужие песни, то это, скорее всего, мои какие-то друзья или коллеги, которые вот мне показали песню, она мне очень понравилась, и там или я ее исполнил, или исполнил кто-то из моих проектов. А так я уже давным-давно пишу музыку песни сам, и вот у меня это хорошо получается, как мне кажется, и не только мне. Ну, это неплохо, что ты так сам можешь о себе сказать? Дэн, а вот если вернуться на какое-то время назад, вот с чего все начиналось? Скажем так, кто стал тем локомотивом, который подтолкнул тебя именно в это направление? Локомотивом. Когда ты решил, что шоу-бизнес, сцена, продюсерская деятельность – это твое? Музыка, в принципе, да, музыка. Ну, такого определенного решения в какой-то момент не было. Не было такого, что вот я живу там, занимаюсь какими-то своими делами, и топ-оп, и все, я буду продюсером, буду музыкантом. Музыкантом. Такого не было. Это началось еще со школы. Пробовал создавать какие-то музыкальные коллективы, работал там с разными музыкантами в разных стилях. И оно как-то само собой произошло. У меня высшее образование совсем в другой сфере абсолютно не музыкальное. И никакой режиссерской тоже деятельности. Кто-то по профессии. Физик. Физик. Ого. Ну, Ньютон. Учаясь в университете, там, мои друзья, ребята, предложили создать музыкальную студию. Я тогда еще занимался на таком... Ну, как-то что-то у меня получалось, писал песни, но еще не на профессиональном уровне. Мне эта идея показалась интересной. Сделали музыкальную студию. Я как-то освоил эти музыкальные программы. Все это начало получаться, начал работать. Начали приходить к нам какие-то артисты, там, появились несколько проектов интересных. И все. И дальше оно уже само собой. А твой дебют как исполнитель на профессиональной сцене в каком возрасте состоялся? На профессиональной сцене, ну, наверное... Ну, когда ты вышел перед народом? Ну, лет 15 назад, наверное. Помнишь, что тебе чувствует? Конечно, помню. Это очень серьезное волнение. Это очень... Ну, я не скажу, что страшно, но... Ответственно, да? Да. Хочется понравиться. Это было выступление, там, перед большим количеством народу. То есть, мои первые выступления, это были, там, такие, уровень, там, Дня города или еще что-то такое. Когда ты не для друзей поешь, не для какого-то узкого круга, а когда выходишь, и весь город стоит. Вот это были мои первые какие-то выступления. Ну, да, было очень волнительно. Там как-то, ну, все получилось, все было хорошо. В обморок не упал, все нормально. А как вот у Дэна Буфа рождаются песни сегодня? Ну, это вопрос такой, какого-то настроения и состояния души определенного. Ну, что... Ведь согласись, что сейчас зрителя, слушателя удивить... Очень сложно. ...крайне сложно. Да. Публика сейчас крайне избалованная. И нужно очень постараться сделать что-то невероятное, чтобы сказали, yes, парень, да, это у тебя получилось, ты нас удивил. Да, ну, тут два составляющих. Одно – это настроение какое-то определенное, творческое, потому что все-таки песню написать – это не какая-то механическая работа. Это в любом случае нужно как-то себя настроить на какие-то мысли. Но песню написать – не поле перейти. Можно. Да. Это первое. И второе, что на сегодняшний день в любом случае еще присутствует такой элемент, я называю это как математика, что когда начинаешь какую-то песню делать, ты все равно просчитываешь. То есть ты знаешь, что сейчас популярно, ты знаешь, что слушают, и уже как-то представляешь себе, что вот эта песня должна быть вот примерно в такой стилистике, вот примерно такой человек ее должен петь. А ведь в твоей творческой биографии есть еще такой сегмент, как кино? О, это очень интересно. Мне кажется, это даже сложно и странно. Как ты вообще оказался в кино? Дэн Буффа в кино. Как твоя музыка там оказалась? И расскажи эту историю. Как оказалось? Один из наших продюсеров, с которыми мы сотрудничали, он еще параллельно снимал кино. У него кинокомпания. А какое снимал кино? Мы вообще о каком фильме говорим сейчас? Вот в тот момент это был фильм, он назывался фильм «Дикари». Это очень известный фильм. Там какое-то большое количество известных актеров. Я сам присутствовал на съемках. Российский сериал, по-моему. Это не сериал, это фильм. Фильм российский. Да, российский. Там такие артисты снимаются. Там Гоша Куценко, Игорь Верник, Марат Башаров, Леха Горбунов. И как ты оказался там так? Ну, вот как-то предложили мне, напиши, давайте напишем песню для фильма. Просто предложили. Ну, прислали нам синопсис, рассказали идею, что там должна звучать, какая-то должна быть стилистика, что должна быть. Вот написал песню. Она понравилась. Это же не единственная, ты был не единственной, кто получил подобное предложение? Да, еще Гоша Куценко писал. Не получилось у Гоши Куценко? Получилось. Он был одним из субпродюсеров фильма, поэтому у него не могло не получиться. У тебя хорошая компания была в кино. Ну, кроме кино, есть еще и телевизионные проекты, и телесериалы, которые ты также музыкально оформлял. Да, были сериалы, вот, там, для телеканала MTV, телеканала Муз-ТВ. То есть MTV-шный был проект, сериал-клуб, у меня, кстати, тоже предлагали, мне даже предлагали сниматься в этом сериале. И? А что, вот, казалось-то? Это была такая история, что я просто случайно попал на кастинг, но я не проходил кастинг, я просто находился там, где проходил кастинг. Один из кастинг-продюсеров просто такой меня увидел, а как раз они выбирали роль, там, похожего типажа. А я, причем, просто вот, ну, вот, просто мимо проходил, то есть ничего, мне говорят, давай ты будешь сниматься, вот, такая-то роль, вот, такая-то это. Саша, это придется их мечтание, я смотрю. Это, наверное, и значит оказаться в нужное время, в нужном месте. И некоторая очередь застает годами, что просто рядом проходил. Да, да, я, ко мне подходили, и говорят, давайте, вот, вы, говорит, вы можете даже в кастинге не участвовать. Вы кто? Я говорю, музыкант, продюсер, вот, песня, вот, диск, нате, послушайте. Они говорят, это вы? Я говорю, да. Давайте вы будете сниматься в фильме. Не надо, вы не будете участвовать в кастинге, вы нам уже подходите. Мне на тот момент это было вообще, как бы, неинтересно. Ты понимаешь, какая идея тебе сейчас завидует, те, кто хотел бы оказаться на твоем месте? Ну, сейчас я это понимаю. Тогда мне было это, у меня была интересная жизнь, у меня были там свои какие-то проекты. И так, ну, сериал, сниматься в сериале такой, подумал, нет, мне неинтересно. Ну, на тот момент было неинтересно. Сейчас, может быть, я бы уже по-другому на это смекал. Значит, это было сотрудничество с Муз-ТВ и... Да, это вот сериал Куба Тайм-ТВ был проект, и было сотрудничество с Муз-ТВ. Там у них был проект, назывался «Любовь не шоу-бизнес». Там тоже много известных артистов. И какая роль твоя там была? Нет, там была не моя роль, моя музыка там участвовала. Ну, я имела в виду, какую роль там играла твоя музыка? Практически в каждой серии играл какой-то фрагмент из песни, которую я написал. То есть это было очень часто и очень много композиций там. Скажи, пожалуйста, писать музыку для артистов, для сцены, писать музыку для кино, для телевидения, для сериалов, в чем отличие, что делать труднее создавать? Наверное, все интересно. Да, все интересно. Ну, наверное, музыку, наверное, к кино или к сериалу, наверное, сложнее. Потому что там все-таки требования другие. Нужно передать вот эту вот, как некую вот идею режиссерскую. Атмосферу, наверное. Да, атмосферу, что вот слушаешь песню, и, в принципе, она должна совпадать с тем, что происходит по сюжету. А в песне есть некая свобода. Ты можешь, в принципе, написать так, как тебе нравится, передать ту эмоцию, которая тебе ближе. В более тесном взаимодействии с режиссером. Вот в этом разница. Что нужно все-таки... А режиссеры, они же люди такие тоже. Они... Вот у них свое представление есть. И там, если ты предлагаешь какую-то концепцию, то она должна прям очень так четко вписываться в то, что у него в голове происходит. Вот в этом сложнее. Скажи, вот когда наступил тот момент, и вообще наступил ли он, что ты понял, что твои песни, как говорится, ну, живут самостоятельно, уже вне эстрады, что у них, может быть, счастливая судьба, что народ их любит, поет. И, в принципе, вот кто такой сегодня ты? Расскажи, презентуй себя. В каких чартах твои песни, в каких радиостанциях, где можно услышать? Ну, много где можно услышать. Есть и на белорусских радиостанциях, там, и российских, и украинских. У меня даже какая-то композиция играла и в Европе, там, телеканал, там, Вива Европа такой есть телеканал, очень известный. Там был клип, музыку, вот песня, которую я делал, на нее сняли англоязычную версию клипа, она там аратировалась. Даже в Соединенных Штатах Америки тоже какие-то песни играют, на русскоязычных станциях. То есть так далеко добрался? Да. Это не предел, насколько я понимаю. То есть твои песни узнаваемы сегодня, да? Да, есть несколько песен, которые вот люди знают, вот слышали, много кто слышал, но они не знают, что это я пою. Вот есть такие песни, да. Я уверен, что одну из композиций мы услышим сегодня, друзья, но это будет немножко позже. Дэн, у меня к тебе вопрос с такого характера. Скажи, пожалуйста, а из каждого ли можно сделать звезду? Должна быть какая-то харизма. Потому что сейчас, скажем так, внешность и как человек себя ведет, это очень большое значение имеет тоже, потому что красивых людей уже много на телевидении, и тоже нужно как-то выделяться. Харизма, умение себя подать, некое ощущение звездности должно быть. Все-таки человек должен быть раскован, потому что сцена, она не располагает к некой зажатости. Человек должен быть талантлив какой-то в определенной степени, и, естественно, у него должно быть желание быть знаменитым, быть популярным, предлагать для этого все усилия. Если речь идет о каком-то исполнителе, то тогда еще имеет значение песня. У него должен быть материал, который нравится людям. Ну, в принципе, сегодня можно говорить о том, что белорусская эстрада возрождается, становится популярной? Или ты не хочешь говорить о белорусской эстраде? Я с белорусской эстрадой связан довольно опосредованно. Я работал в России, в каких-то других странах, и долгое время меня вообще здесь не было. Но ты бы не хотел, чтобы твое имя ассоциировалось с белорусской эстрадой? Ты бы скорее хотел, чтобы это была российская эстрада, Украина? У меня нет какой-то задачи ассоциировать себя с какой-то страной. То есть, если я пишу песни, которые люди видят и слышат, то какая разница, кто их слушает и где, в какой стране. То есть, это не имеет значения. Ну, называют меня белорусским там продюсером. Ну, ладно, хорошо, замечательно, прекрасно. Мне это даже, наоборот, хорошо, потому что сейчас, на сегодняшний день, продюсеров-то в Беларуси не так много осталось. Вообще, реально, музыкальных продюсеров очень мало. Один из твоих проектов, которые ты создал на сегодняшний день достаточно успешно, это проект «Зузуля». Расскажи немного о ней. Кто это? Девушка? Как вы с ней познакомились? Да. «Зузуля» — это мой новый проект. Девушка, она талантливая певица. Она не только певица, она еще автор текстов и музыки, соавтор музыки. Мы с ней делаем вместе наш новый проект. Познакомился я с ней уже давным-давно, еще там с какого-то такого возраста, лет 15 назад, 13 лет назад. Вот она уже тогда была в Беларуси довольно известной певицей, много где звучали ее песни. Потом на какое-то время она перестала петь, меня здесь не было в стране. И вот как-то мы с ней связались через интернет, она мне сказала, что вот хочу снова попробовать петь, там что-то записывать. Ну вот я приехал сюда, мы встретились с ней, попробовали там сделать одну-две песни и в результате получился проект. Тут начали снимать какие-то клипы, что-то делать совместно и как-то это продвигать. Интересный проект. Ну и одну из композиций вы даже спели дуэтом, более того, сняли видео, которое вот мы сейчас можем наблюдать на студии. Да, мы сняли видео на нашу совместную песню. Интересная песня, интересное видео. Я прямо сейчас предлагаю посмотреть целиком и полностью клип по роли певицы Зузули и нашего сегодняшнего гостя Дэна Буфа. Давайте увидим. Я очень хочу потом узнать все о музе. Обязательно. Муза появится, но немножко позже. Ну а пока что на телеканале Беларусь 4 в программе Добрый вечер, Гомель, премьера клипа по роли. Давайте смотреть, после чего снова вернемся сюда же. Рассыпались мысли на мокром стекле, и эти лужи-гиганты, все внимание мне. Ты разрезал их на бешеной скорости, а я так боялась, но доверяла тебе. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 Дорогие друзья, добрый вечер в Гомеле продолжается. Сегодня у нас в гостях музыканты непростые, сегодня у нас в гостях люди, которые... Создают звезд, которые создают новые проекты. И вы знаете, наша дружная компания пополнилась. Спешим вам представить очаровательную певицу. Зовут ее Ирен Райан. Ирен, добрый вечер. Здравствуйте, Ирен. Здравствуйте. Я так понимаю, что это и есть муза. Ну, я думаю, что, Дэн, сейчас твоя обязанность познакомить нас и наших зрителей. Кто же такая Ирен Райан? Ирен – это моя муза, моя вдохновительница. Мы какие-то делаем песни, она мне помогает в этом. И мы работаем с ней как проект. Мы начали записывать песни, начали снимать клипы. Получается очень даже неплохо. Она не знала, что у нее есть талант певицы, но я ей помог как-то найти какую-то манеру исполнения, подобрать репертуар. Мы пишем вместе песни. И хотел ее вам представить. Ирен Райан. Спасибо, да. Очаровательный проект. Ирен, а вот если попросить тебя дать словесный портрет, кто же такая Ирена Райан? Вот как бы ты сама себя презентовала? Ирен Райан – это... Как певица или как человек? Или как то и другое? Наверное, певица. Скорее певица, да? Да, конечно. Ну, я, наверное, певица скорее больше в лаунж исполнении. То есть это манера спокойная, какая-то такая более... Ну вот, что-то нежное такое, хорошее. Хотя со мной ассоциации визуально, допустим, у многих не сочетается, что я могу так петь. То есть на моем месте, слушая песни наши совместные с Дэном, представляют более какую-то хрупкую девушку, маленького роста там. Хотя я не могу сказать, что звучание моего голоса какого-то песклява или там я не пищу. Но в любом случае все равно, меня они ассоциируют тоже вот как-то так вот с голосом. Давайте вернемся к самому началу. Когда вы познакомились, и почему, в принципе, стал возможен такой музыкальный проект? Ведь, насколько я понимаю, вы не имеете музыкального образования. И вообще, кто кого первые заметил? Артист-продюсер или все-таки продюсер? Нет, у нас нет, никто никого не заметил. У нас была совместная работа на съемках клипа. Одного очень давно, 11 лет назад, там мы познакомились. По творчеству мы особо не общались, мои желания петь были, записываться было не с кем. Так как Дэн все-таки уехал на российские просторы, то время от времени он приезжал, и с моей стороны предложения были, вот, споем, запишешь, что-то такое. Но так как его здесь не было часто, и приезжал он ненадолго, ну, не осуществлялось. А где-то в начале лета, вот, мы встретились, я предложила записать ему песню, которая уже имела место быть, и ее исполнил Марк Дернес, это «Темная ночь». Вот, я захотела ее перепеть на маневр, на маневр уже исполнения такой современной боли. Показала Дэну, Дэн сказал, ну, хорошо, будем пробоваться. Попробовались и, как бы он сказал, ну, будем петь. Марк Дернес зазвучал по-новому. Зазвучал по-новому. «Темная ночь» скорее. Да, «Темная ночь», да, потому что он-то не пел с девушкой, а тут получается уже... Но эту песню, на самом деле, перепевали уже многие. И как-то так надо было ее перепеть, чтобы, например, наше исполнение, оно более интересное было, потому что перепевала либо отдельно девушка, либо там, отдельно там, как исполнитель Баста, например, перепевал все. А совместного вот такого проекта не было ни у кого. Расскажите про Дэна. А он какой такой жгучий продюсер, требовательный, агрессивный или наоборот? Нет. Я не могу сказать, что он такой прямо агрессивный. Нет, он не агрессивный, но требовательный. Ну, как, в принципе, человек, который, надо правильно подходить к этому, человек, который этим занимается долго, человек, который в этом талант, спорить мне, ну, было бы бессмысленно, потому что, ну, все равно последнее слово за ним, и в любом случае, как скажет, так и будет. Ну, хорошо. А ты, как артист, имеешь ли право голоса высказать свое мнение? Я имею, конечно, я же капризничаю. Ну, конечно, посмотри на нее. Ну, конечно. Или все-таки слово продюсера, это все, законы не обстоят. Я же как муза, я капризничаю, я выдвигаю. Ну, этот статус вот тебе явно нравится, я смотрю. Странно это. Нет, хорошо быть чем-то, наверное, вдохновителем. Хорошо, когда кто-то в тебе видит вот, какого-то стимулятора, вот, и это хорошо тоже, да. Нет, ну, я, конечно, высказываю свое мнение, я, конечно же, там могу поспорить, и мне, может, не нравится мое исполнение. То есть, Дэн говорит, хорошо, я говорю, нет, нехорошо, слушать не могу, режет слух, надо перепеть. И, то есть, настолько мне может резать слух, что я могу капризничать два-три дня. Да, пока не перепою. Ну, в любом случае, хочешь, он так вот, перепоем, хочешь, переделаем, хочешь, все так вот. Ну, как бы, все это больше, так, компромиссно, скажем так, компромиссно. Дэн, скажи, пожалуйста, вот сегодня мы говорим о музыкальных проектах. Можно ли сказать, что это один из удачных на сегодняшний день? И есть ли у вас какие-то планы по, может быть, совместным выступлениям, гастролям, ротациям? Да, в любом случае, такие планы есть, потому что, когда делаешь какой-то проект, ты все равно представляешь, как ты себя визуализируешь, как это будет дальше происходить. В любом случае, да, конечно, я ожидаю то, что у нас будут какие-то ротации, то, что наши песни будут люди слышать и видеть, что мы будем играть на радио, что там нас будут показывать по телевидению. Это будет какое радио? Белорусское, российское? Или интернет? Да. Это будет и то, и то, и то. В любом случае, да, будем использовать все возможности, там, где мы в формате, туда попадать. Да, на данный момент только российским исполнителям я отправляю сейчас через интернет послушать нас. И одобряют, и приятно. То есть, одно дело... Предлагает сотрудничество на сегодняшний день? Сотрудничество, в любом случае, это будет с Дэном, и как он будет договариваться. Ну, есть такие мысли, потому что, как бы, отправляя, например, друзьям, это одно. То есть, люди, это слушатели. Ну, друзья, безусловно, похвалят. Понятно, да. В большинстве случаев, да. Отправляя музыкантам, даже с которыми ты хорошо общаешься, они люди избалованные, они уже искушенные, их особо ничем не удивишь. И их мнение, к примеру, для меня, ну, даже имеет какую-то больше такую значимость, чем, допустим, вот просто слушатели. Понятно, что слушатели, это тот человек, который, в принципе, на него ты и работаешь. Но критика моя, для меня важна, например, критика, это уже более музыкальная сфера, потому что... Ну, скажи, кто для тебя является главным критиком? Ой, у нас есть хороший, есть главный критик, он живет в Москве, это известный исполнитель Никита Малинин, сын того Александра Малинина, да, который, наверное, слышит сразу вот все, что мы записали с Дэном. Мы сразу, я отправляю ему даже в 5 утра, он потом пишет отзыв, ему очень нравится, там, пару наших песен прямо аж до дрожи, что очень приятно, вот, как бы с Дэном они так же общаются. И, возможно, вот это сотрудничество будет иметь место быть, потому что Никита сейчас немножко в другой исполняет другую... Ощущение, что продюсер она. Никита... Дэн, поддержи, поспорили как-то, скажи, что это не так или так. Нет, как бы у Никиты сейчас немножко другое исполнение, но у него есть очень много песен, допустим, то, что близко мне, и я думаю, что вот это они с Дэном и будут обсуждать. Как бы очень много материала у Дэна, музыки, очень много у Никиты, и, возможно, это будет, но это так, как он продюсер, обсуждать они общаются, будет все-таки он, да. Скажи, Ирэн, а ты какую музыку любишь слушать вечерами? Сама? Да. Вечерами? Да. В машине. Когда плохое настроение. Ну, лаунж, да. То, что сама пою. Ну, а вообще, как бы, на самом деле... Может, романсы? Нет, романса нет, скорее нет. Я, ну, такое что-то спокойное, могу слезливое, могу что-то, ну... Вообще, обычно в машине так дыц-дыц. Все очень современно. Да, да, да. Дэн, вопросы мне еще к тебе. Я слышал, что твое произведение, одно из твоих произведений стало. Вот, чтобы не ошибиться, зачитаю. Гемнам нашей команды на чемпионате мира по хоккею. Это очень показательная история. Расскажи, что это за история. Это история такая, что вот Зузуля, как раз-таки певица, она как-то пришла ко мне и говорит, вот есть такая-то идея, нужно поддержать ребят на чемпионате мира по хоккею, и вот давай попробуем написать песню для них. Она написала текст, я сделал музыку, все это записал, сделал красиво, свел, чтобы это хорошо звучало, и отправил им, и им очень понравилось. И это получился гимн для молодежной сборной Беларуси по хоккею среди юниоров. Это Ю-17 называется такая федерация. И, скажем так, песню, когда я им презентовал, это уже была где-то середина чемпионата мира по хоккею, и она сразу же с первых же дней начала звучать перед выходом на лед, это вот как мотивирующая песня. И все игры они выиграли с серьезным счетом, у серьезных команд и стали чемпионами мира. И им очень понравилось то, что я сделал, и действительно получилась хорошая песня. Она действительно получилась мотивирующей, такой вот зажигающей. В какой-то степени тоже повлиял на результат? В какой-то степени да. Ну, конечно, все выиграли. Тоже свою некую причастность к этому. Они же выиграли все потом, получается. Все играли. Да, они все игры выиграли. То есть личного увлечения хоккеем здесь не присутствует? Ну, не сказать, что я такой прям уж болельщик, там, какой-то хоккейный. Ну, скажем так, после того, как я написал гимн, я стал смотреть, чтобы у них все было хорошо. Я начал как-то смотреть все игры, там, и такой вот даже болел за них, и там они там вот выиграли. И я такой, у, молодцы, классно. То есть когда я не был частью этого процесса, меня это не особо интересовало. Когда я уже как-то все-таки вот в это влился, мне стало это интересно. Хорошо. Какое место в вашей жизни занимает спорт? Я с детства в спорте начинала. Я с спортивной гимнастики, далее у меня была легкая атлетика, и потом у меня было плавание, водное поло. И все это с трех лет до восемнадцати порядком непрерывно, в принципе. Там, если год был перерыв, так как я переезжала в другой город жить, родилась здесь, но я жила в России. Очень долгое время закончила там школу, приехала сюда, потом вернулись с родителями. Поэтому спорту я с детства отдала, наверное, и все свое детство, и пока не поступила в университет. Все. На данный момент это спортзал у меня. Вы заставляете Дэна ходить с вами? Нет. Это бесполезно, я так поняла, по вашей реакции. Нет? Мне кажется, Дэн-то уже любит спорт. Когда-то раньше я занимался активно спортом, там, качался, все там, как-то держался в форме. Ну, потом в какой-то момент все-таки больше в творчество, там. Да, я уже... Творчество переманило. Творчество переманило. Да, на самом деле, потому что вот я ходила регулярно, все хорошо было, стала петь, и вот как-то вот не могу дойти до зала уже. Не могу дойти до зала? Уже, да. Ну, говоря, что работа в студии, работа на сцене, работа в клипах сжигает очень много калорий, поэтому в какой-то степени это равносильно занятию фитнес-клуба. Да, вы знаете, после записи песни, ну, волчий аппетит, ну, хочется вообще все съесть. Может, мне начать петь, что ли? Кстати, Наталья, вот продюсер, вот потенциальная артистка. Не, ну, у меня только одна цель, да, минус пару килограмм, только с этой. Ребят, спасибо вам большое, вы знаете, вы привнесли хорошее настроение в этот добрый вечер сегодня. Хочется пожелать вам удачи, удачи, приходите с новыми песнями, с новыми проектами, а самое главное, приносите в нашу студию успех. Вот побольше бы, побольше бы этого, и все бы наши зрители, мне кажется, тоже были бы более счастливы. Но без песни мы Дэна и Ирэн Райан не отпустим, поэтому, друзья, только этим вечером, только сегодня в студии программы «Добрый вечер». Гомель, специально для вас наши гости. Ребята, этот павильон на некоторое время ваш. Словно тень и чередой пролетали дни. Ребята, этот павильон на некоторое время ваших гостей. 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 Большую премьеру концертную программу под названием «Очарование романса». А в главных ролях вы даже не представляете лауреат международных конкурсов Константин Горошко и партия фортепиано лауреат международных конкурсов Виталий Фомин. Сегодня артисты у нас в гостях. Ребята, добрый вечер. Здравствуйте. Хотелось бы наш разговор начать, ну, собственно говоря, с подготовки к премьере. Как идут репетиции, как подбирается материал. В общем, давайте обо всем по порядку. Репетиции у нас плодотворные. Я к Виталию. С Виталием мы часто собираемся вместе и работаем над материалом. Какие-то моменты мы дополняем, что-то исправляем, работаем над фразировкой, над динамическими оттенками. Ну, в целом, совершенствуем свое мастерство. А можно сказать, что уже на сегодняшний день программа готова на 100%? Ну, предела совершенства нет, поэтому мы будем... 99%. Да, 99%. Ну, а расскажи вообще о программе. Что это за идея такая была? У кого она возникла? Создать такую... Ну, инициатором идеи, видимо, был я. Знаю, что Виталий играет классическую музыку. Я недолго думая, подошел к нему и... Ну, я, конечно, поддержал. Особенно, когда инициатива исходит от человека, я вдвойне работаю. Дотворнее. И мне было приятно, что Виталий откликнулся, и вот возникла идея. Теперь мы ее хотим оплатить. На данный момент вы довольны тем, что получается? Вот лично вы? Ну, чем-то да, чем-то нет. Я доволен. Ну, до концерта есть еще время и где-то доработать моменты, над которыми стоит поработать. Но вот если разобрать сам, скажем так, творческий репетиционный процесс, сколько часов в день занимают репетиции и какая-то половина дня? Вот для вокалистов, для пианистов наиболее приемлемо. Это утро-вечер. Ну, для вокалистов только не утро, это точно. Ну, днем, видимо, днем. Распевки, упражнения для голоса. Ну, а совместные репетиции сколько у нас занимают по времени? Где-то? Совместные часа полтора. Часа полтора, два, два где-то. Голов все-таки инструмент такой, что... Хрупкий инструмент. Вот, он устает. Поэтому нужны, конечно, перерывы. Это я могу играть часа два без перерыва, три. Я вот хотела бы все-таки поговорить о романсе. Это такой жанр, да, который сегодня, на мой взгляд, очень как бы слабо, наверное, востребован. Или, может быть, он слабо просто преподносится. А мне кажется, наверное, нет ни одной женщины, которая бы не любила и не хотела бы послушать романс. Которая устояла бы перед романцем. Да, да, действительно. Скажите, вот в вашем репертуаре какие вещи самые, может быть, любимые, популярные у ваших зрительниц? Отцвели уже давно хризантемы. Ай, известный романс. Да, согласна, да. Я бы встретил вас. И все было, да? И все было. Красиво. Тимщик не гонил лошадей. То есть вещи, да, известные очень-очень. Проверенные времена. Проверенные времена, да. Так и хочется, кстати, услышать. Нам бы хотелось возродить это, да, в нашем городе. Скажите, а тех, кто приходит и слушает, много сегодня у нас в городе? Есть зрители музыки, их достаточное количество. Ведь вы выступаете в дворце Румянцевых. Румянцевых-Поскевич. Поскевичи, да. Это, по-моему, белая гостиная? Белая гостиная. Вот хотелось бы об этой площадке поговорить. Виталий, я знаю, что у тебя уже однажды был большой твой соль на конкурсе. Вы получили концерт на этой сцене. И, по-моему, эта площадка ко многому обязывает. Да, действительно, у меня был концерт с программой «Жемчужина русской музыки». Очень удачный был концерт. Обязывает. Ну, конечно, сюда приглашаются лучшие наши музыканты из страны. И не только. Поэтому мы готовимся очень серьезно. Ну, с другой стороны, я бы сказал, что надо и, в общем-то, на любой сцене выглядеть достойно. То есть, конечно, зал имеет значение, но, прежде всего, это партнеры на сцене, инструменты музыки. Одно дело работать на большой концертной площадке. А площадка Дворца Румянцевых и Паскевичей, Белая гостиная, зрителя меньше, соответственно, атмосфера камернее, зритель ближе. Зритель лучше виден. Костя, вот этот концерт, если я правильно понимаю, на сцене Дворца Румянцевых и Паскевичей у тебя первый. Первый, да. Большой такой, серьезный, сольный. Ну, в принципе, да. Все правильно. Вот как ощущение? Волнительно. Волнительно, но мы с Виталием готовы. В принципе, мы уверены, что все должно быть достойным уровнем. В этом зале присутствует, то есть, ходят на концерты люди постоянно. Есть категория людей, которые всегда приходят, и они очень хорошо разбираются в музыкальном искусстве. Поэтому такая... И само местор предполагает звучание классической музыки. А сколько может вместить Белая гостиная? И вы, скажем так, сколько желающих в городе прийти на ваш концерт? Вот 300, 400? Кто любит роман? Сколько их человек? Можно ли назвать такое количество? Ну, вы знаете, я скажу так, может... Дело в том, что сколько я не выступал в качестве компаниятора, то эта музыка всегда находит отлик у слушателя. И сколько человек... Кому она нравится, и скольким людям, я не могу сказать. Этот зал небольшой, примерно 100-120 человек вмещают. Поэтому... Ну, ценители, безусловно, есть. Вопрос хотелось бы задать еще такого характера. Вот признайтесь честно, часто ли возникают в процессе подготовки, скажем так, творческие какие-то споры? О чем вы можете, как аккомпаниатор и артист, поспорить в процессе репетиции? Ну, естественно, споры бывают, но они, опять же, касаемы дела нашего совместно. Я бы даже сказал, это, может быть, даже не споры какие-то и разногласия, а просто какие-то спорные моменты. Спорные моменты. К Виталию я как старше был, товарищу прислушиваюсь, коллеге, он мне что-то советует. Я прислушиваюсь к его мнению. Дело в том, что мы... Это тот случай, когда разогласия почти нет, потому что мы наслаждаемся этой музыкой. И интересно, мы ее даже чувствуем, и очень часто ее одинаково. Поэтому, допустим, я получаю удовольствие, когда мы репетируем вместе. Это очень важно, чтобы концерт вместе и вокалисты чувствовали друг друга. Вообще удивительно, такой интересный тандем, когда два молодых человека и поют романсы. Ну, на самом деле, это очень редко сегодня, да. Вот я и хотела бы уточнить, узнать, откуда такое вот именно увлечение романсом, ничем-то другим, не более каким-то популярным сегодня жанром музыкальным. Откуда? Это с детства? Или это просто потому что образование? Потому что это филармония? Почему? Я как бы роман, я компонятор. Но романс у нас что? У нас русские композиторы. То есть я играю много русской музыки. И также эта музыка, она ходит очень горячую только у слушателей. Она, как и романс, она обращена к сердцу, к душе. Воспитывает вкус, конечно. Знаете, она как бы... Время не власть над этой музыкой. Она всегда актуальна была, если будет. Что-то трогает всегда. Она всегда будет нравиться. Она всегда найдет своего слушателя. Обязательно. Концертная программа, состоящая из романсов. Но не секрет, что музыкальная история тому подтверждает, что жанр романс, он достаточно многогранен и богат. Отобрать в программу на те же полтора часа произведений, и чтобы они все попали в точку, и чтобы вы замели на зрителя свое восприятие, но это тоже кропотливый труд. Расскажите, какие произведения, каким образом отбирались в эту программу? Произведения отбирались по красоте звучания, по популярности у зрителя, ну и по локальным возможностям, потому что это тоже важно. Ну а что, вы... Есть какие-то вещи, которые вы, в принципе, как вокалист не можете исполнить в романсе? Не в этом дело. Есть тесситурные особенности, но это уже профессионально. Потому что голоса у меня баритон, например, и я не смогу петь тенором, как бы я не мог. Вообще вокальный репертура самый большой, конечно, музыки очень много. И помимо русской музыки, русского романса, нам бы хотелось, конечно, включать программы из западной апельских композиторов, в частности, немецких и белорусских песен. Да, вот сейчас мы над этим работаем. Но это, конечно, отдельный должен быть концерт. Вот, поэтому до сих пор, как бы, есть вопросы, что-то еще может включить в программу 22 сентября. То есть программа еще до конца не сформирована? Ну, на 99 процентов, я говорю. То есть всегда вот хочется еще что-то интересное. Еще хочется добавить изюминей. Потому что музыки хорошего очень много. Хорошо. Что зритель услышит? Какие, скажем так, хиты, если можно так назвать, если это определение к романсам применимо? Отцвели уж давно хайзантемы. Я пойду ради этого романского концерта обязательно. Ну, честно, Наталья, я подумал, что ты сейчас прямо запоешь. Да, душа моя поет всегда. Очень душевно прозвучало. Да, да, да. Чайковского несколько романсов будет. Сирената Донжуана. Еще? Не только тот, кто знал. Я очень хочу послушать, как вы поете. Ари Роберт из Поперелла. Ари Роберт из Поперелла. Ари Роберт тоже будет. Я думаю, что какие-то фрагменты из концерта мы сегодня слушать не будем, потому что то, что должно произойти на концерте «Очарование романса», давайте оставим это на потом, на 22 сентября. Ну, а прямо сейчас у нас есть возможность увидеть Константина Горошко прямо на сцене, посмотреть отрывок из одной концертной программы, которая произвела фурор в музыкальном мире. Это из Италии с любовью, если я не ошибаюсь, называлась концертная программа. Была она посвящена Дню Святого Валентина. Прямо сейчас предлагаю посмотреть отрывок. Дню Святого Валентина. Дню Святого Валентина. Дню Святого Валентина. Я не знаю, что должен сделать мужчина, чтобы понравиться женщине. Но как минимум спеть. Как минимум спеть, да. Поэтому да, вы мне уже очень-очень нравитесь, ваш голос тоже. Скажите, то, что у вас есть особый дар, это стало понятно в каком возрасте? Когда вы пришли, когда вы поняли, что будете заниматься музыкой? В подростковом возрасте это все началось. Это заметила мама, соседка, кто? Как это ни странно, соседи. Мы с моим другом Женей Щербиным на гитарах в подъезде пели песни. И первым моим слушателем были соседи. Но ведь это были не романсы в подъезде. Нет, нет, я увлекался роком на тот момент. Сейчас как-то перерос уже. В подъезде помнишь, что пели? Да, Кипелова, группа Ария. Отличное начало. Ну это настоящее такое. Следующим моим этапом была общеобразовательная школа. Еще один мой товарищ, Павел Бондаренко, предложил мне выступить на школьном вечере. Момент был волнительный, конечно, для меня. Но тем не менее, это был успех. Первый. А потом пошла, была музыкальная школа, да? Музыкальная школа, музыкальное училище, да. Сегодня вы артист филармонии, Гомельской областной филармонии. Скажу больше, скажу больше. У меня складывается впечатление, Костя, что ты в филармонии в составе солистов оркестра присутствовал всегда. Я вот не помню тот момент, когда ты там появился. Значит, я участвовал в конкурсе «Словянская звезда». Занял второе место. И председатель ООО БРСМ Лавриненко познакомил меня... Александр Леонидович. Да, да, да. Познакомил меня, к сожалению, с ныне покойным Юрием Александровичем Василевским. И устроил нам прослушивание. Юрий Александрович, недолго думая, взял меня в свой коллектив. А сколько тебе тогда было лет? 17. Когда Василевский предложил тебе поработать, твои впечатления помнишь, все-таки это дирижер, руководитель такого уровня музыканта? Для меня это был триумф вообще, что-то незабываемое. А помнишь свой первый выход на сцену уже в составе оркестра? Как это было? Да, это было в драмтеатре. Я исполнял песню «Вечная любовь». Давно это уже было. И если я правильно понимаю, эта песня до сих пор за тобой в твоем репертуаре? Да, естественно, я исполняю. Вот как-то и начался с этого момента мой профессиональный путь творческий. Я уверен, что у каждого из вас, кроме музыки и кроме творчества, есть еще хобби, увлечения, которые вы также можете с головой уйти, как и в музыкальные просторы. Рассказывайте, чем увлекаетесь за пределами филармонии сцены. Костя, давай начнем с тебя. У меня спорт, бег, тренажерный зал. Ты здоровый образ жизни, да? Ну, стараюсь, стараюсь, да, по мере сил. Это помогает голос сохранить? Ну, естественно, хороший тонус, хороший голос. Поразмучало прямо как лозунг или девиз. А вообще, есть ли какие-то, например, фирменные секреты, как ухаживать за голосом? Ведь голос, он такой, знаешь, малейший сквозняк и все. Да вы знаете, честно говоря, я каких-то особых рекомендаций не придерживаюсь особых рекомендаций. Ну, вредной привычки, наверное, к вам не присутствуют. Ну, естественно, не курю, не употребляю спиртные морпитки. Кофе, чай, это как бы не влияет на голос? Шоколад, я знаю, часто. Ну, перед пением нет, конечно. Ну, перерыв. Все нормально, да. Все хорошо. Виталий, рассказывай про свои хобби. Я знаю, что, Виталий, очень хороший рыбак. Ну, я не буду оригинальным, что... В летнее, в теплое время года, да, я люблю рыбалку. Я вообще обожаю лес. Быть вот... Вот здесь я солидарен, тоже природу люблю. С природой, да. Да, вот какие-то маленькие лесные речушки или озера, это моя страсть. Отсюда, может быть, у меня такое было увлечение, есть, это пейзажная фотосъемка тоже. Еще и фотограф. Да, и пейзажная фотосъемка. Ну, фотосъемка громко сказана. Ну, это удивительно. Да, такая потребность у меня вот. Ну, тоже, как бы, как и Костя, какие-то подвижные, спортивные. Зимой, конечно, лыжи вот у меня очень захватывают. Ну, сейчас рыбалка, конечно, имеет такое меньшее значение. Раньше я просто безумно обожал рыбалку. Сейчас уже, как бы, для души, скорее. На отдых. Ну, вот за это лето много ли выходных удалось посвятить рыбалке, лесу или все-таки работа, работа и еще раз работа? Нет, вы знаете, конечно, нужно хотя бы недели-две вообще не прикасаться к инструменту, не работать и не слушать музыку. То есть надо отдыхать ради музыки. Клин-клином, да? Конечно. Потому что весь год, вы представляете, весь год вы каждый день слушаете музыку, занимаетесь. Ну, это же можно... Да, это... То есть, конечно, нужно выбирать и выбирать такие время такое, чтобы заниматься чем-то другим. Вообще, отвлекаться от всего этого. Отвлекаться от всего этого. Перерывы нужны, конечно. И чтобы людей рядом было не так много, чтобы меньше шума, тишины. То есть любить тишину, уединение в любом случае. Ну, это самые-таки показатели для творческого человека, по-моему, да. Ну, хорошо. А какую музыку вы любите слушать вне работы? Например, за рулем автомобиля. Да, радио какое-то там должно быть. Вы знаете, да, за рулем автомобиля музыка редко. Джаз там что-нибудь. Скорее всего, радио, причем там, где музыки меньше. Какие-то новости какой-то. Что-то такое. Мы не любим музыку с детства. Рекламные влоги. У вас, вы знаете, есть такая удивительная сейчас возможность пригласить наших телезрителей к себе... Те, которые проводят вечер вместе с нами по ту сторону экрана. На концерт. Это же концерт-то какой, оригинальный. Когда еще? Где еще можно узнать, что в городе поют романсы? Понимаете? Вот воспользуйтесь такой вот возможностью. Пригласите. В общем, несколько секунд до эфирного времени отдаем ваше распоряжение. Приглашайте. Я даже готова подпеть. Дорогие телезрители, приглашаем вас на концерт. Постараемся не разочаровать вас. Ну, и остается напомнить, что этот концерт состоится... Когда? 22 сентября. Белой гостиной. Белой гостиной. 20 арумянцев Паскевич. Ну, и учитывая то, что количество билетов ограничено, так как камерный концертный зал, очень мало билетов, друзья, успеете приобрести билет на этот концерт. И, я думаю, не останетесь разочарованы, а наоборот, будете очарованы и нашими артистами, и, соответственно, романсами, которые они будут исполнять. Да, я думаю, что это будет одно из интереснейших музыкальных событий в жизни нашего города. В любом случае, хотелось бы, ребят, поблагодарить вас, пожелать вам удачи. И приходите, приходите с новыми проектами, с новыми концертами. Итак, сегодня мы говорили о музыке и заканчиваем нашу программу, конечно же, разговорами о романсах. Ну, романсы о романсах надо не говорить, их надо слушать. Поэтому я еще раз напомню, что сегодня у нас в гостях были артисты Гомельской областной филармонии Константин Горошко и Виталий Фомин. Друзья, подписывайтесь на наши новости в социальных сетях, следите за нашей информацией, ну и, конечно же, заходите на наш официальный сайт tvrgomel.by. Ну, как мы и обещали, сегодняшний вечер, сегодняшний добрый вечер, мы хотим закончить красивой музыкой. Итак, внимание, Константин Горошко специально для вас. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Скажите, девушки, подружки вашей, что я ночей не сплю о ней мечтая, что всех красависть она меня и крашей. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok